Российский офис Hyundai запускает сервис Business Mobility. Это долгосрочная аренда автомобилей для юридических лиц. При этом фирма-арендатор сможет воспользоваться не только одним автомобилем, но и целым автопарком. Платить клиент будет только за пользование машиной и заправку топлива. А вот регистрацией, техобслуживанием, ремонтом и страхованием автомобилей займётся дилерский центр. Он также выполнит и сезонную смену шин. Арендовать можно будет любые модели брендов Hyundai и Genesis на срок от 12 до 60 месяцев. Пожалуй, единственное ограничение – пробег за время пользования не должен превысить 180 тысяч километров. Интересно, что Hyundai Motor S&G запускает программу собственными силами, то есть без участия лизинговых компаний и других финансовых партнёров. Тарифы будут формироваться индивидуально для каждого автомобиля, а точками выдачи станут все дилерские центры на территории России. И ещё одна новость от российского офиса Hyundai. В сентябре 2020 года Hyundai Motor S&G начнёт продажи сразу четырёх важных новинок. Первая – большой паркетник Hyundai Palisade. Это актуальный флагман кроссоверной гаммы, который появился как замена ушедшей модели Grand Santa Fe. От младшего Santa Fe, который без приставки Grand, полноразмерный Palisade не получил ни одной кузовной детали, хотя технически обе модели базируются на одной платформе. Также россиян не оставят без нового поколения Elantra. Оно сохранило формат классического седана, но приобрело динамичный силуэт и больше напоминает фастбэк. В дизайне ставка сделана на множество острых граней, а самый эффектный момент – три лезвия выштамповок, сходящиеся на боковине. Две другие новинки уже из гаммы премиальной марки Genesis. В частности, обеспеченных россиян ждёт новое поколение седана G80. Хотя очевидно, что главной премьерой стоит считать кроссовер GV80. Это первый паркетник, который Genesis выпустил только на пятый год своего существования. На рынке этому представителю корейского премиум-бренда предстоит выйти против таких бестселлеров, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. По расчётам компании, запуск кроссовера обязан увеличить российские продажи Genesis'ов минимум вдвое, и его собственная доля в статистике составит 60%. Субтитры создавал DimaTorzok